За последние 10 лет природные катаклизмы, цунами, тайфуны, наводнения и пожары нанесли ущерб мировой экономике на 2 триллиона долларов. От них пострадали миллиард 600 миллионов человек. Такие данные озвучили в Международной торговой палате. Сейчас удары стихии приходятся на Филиппины. На страну коралловых рифов и пляжей обрушился супер тайфун. Юлия Волкова продолжит. Мы живем около реки и каждый раз, когда приходит тайфун, вода в реке сильно поднимается. Конечно, мы напуганы и сразу эвакуировались. Несмотря на то, что тайфуны на Филиппинах явлений нередкое, привыкнуть к ним невозможно, говорят местные жители. Это уже шестой тропический циклон, который обрушился на острова меньше, чем за месяц. В пункты эвакуации перебрались 3 миллиона человек. Тайфун серьезно повредил дома, школы и коммерческие здания. Средняя скорость ветра составила 185 километров в час. Порывы достигали 240. Дома затоплены, деревья повалены. Провинция Катандуанас осталась без электричества. По провинции Ноева и Сиха тайфун тоже уже прошел. Люди постепенно возвращаются в свои дома. Ветер был ужасный. Мы так боялись, что наша крыша будет повреждена. Но нас только затопило. Конечно, ситуация сложная, но могло быть намного хуже. Эти тайфуны очень осложняют нам жизнь. Нам тяжело. Особенно для тех, у кого нет запасов еды. Из-за тайфуна погибли 8 человек. Несколько людей пропали без вести. Катаклизм нарушил инфраструктуру на своем пути. Кроме наводнений, начали сходить оползни. Мы постоянно на чеку. Ожидаем штормовые нагоны, внезапный подъем уровня воды и сильные ветры. В среднем за год на страну обрушивается около 20 подобных штормов. За последние три недели на Филиппинах погибли 160 человек. Кстати, именно Филиппины возглавляют рейтинг стран, в которых наиболее вероятен риск природных катаклизмов. На втором месте после них Индонезия и Индия. Юлия Волкова, Иркиулан Тойболдин, Первый канал Евразия.